Ну давай, рассказывай про 144-950, кто слушает, что, когда, где и с кем. Так что быстренько сейчас информацией обменяемся и на третью боковую прием. Понятно. Жень, мое мнение, скажем так, проводить там такие сейшины каждую неделю, что оно не будет пользоваться популярностью. Оно там, раз в месяц где-то так, короче говоря. Значит, если там кто, как говорится, на приманне слушает, но касается только любителей и пользователей, ну и инженеров, хай, тех, кто лазит вовнутря, могут настроить свою станцию. Станции, которые не только FM, но в частности CV, то есть Continuous Wave, постоянная несущая или в народе телеграф, и верхняя, нижняя боковая. В субботу в 16 часов по Киеву до 23 по Киеву будет работать на частоте 144-950. Маячок с высокостабильной и точной частоты. Настроившись на эту частоту своим трансивером, вы должны услышать сигнал, несущий в течение 30 секунд и потом буква Василий, с частотой 700 Гц. Если частота отклоняется, значит, привести в порядок, как говорится, выставить. Такая вот вкратце информация. Да, и в ГМУДТ тебе еще будут запитания, как говорится, например. Да, друзья, у кого-то, может, вопросы есть по данной информации? Так, кто нажимался? Понятно. Все ясно. Хорошо. Поехали дальше. В ГМУДТ. Вопросов нема. Да, принято. Ну, давай вопрос. Значит, смотри, там ты видел в группе, да, опубликовал данные. То есть там среди своих одноклубников, там, ну, круг общения, более даже, скажем так, с кем ты общаешься, не обязательно одноклубники. Вот задавай вопросы. Если интерес, нужно ли, там, раз в месяц, там, раз в квартал, там, делать выборку двойка-семидесятка по уровню шумов, там. Ну, и по каким методикам, скажем так. Въезжаешь кратковременные измерения, вот, моментальные, так называемые. Ну, и за большой промежуток времени. Вот такой мне хотелось бы получить ответ на такой вот соцопрос. Да, хорошо, но я планирую, что мы будем большой компанией на этих выходных встречаться. Потому что в квартире ГСВРЛ, там, вот, Дима предложил поучаствовать в болгарском контесте, но в таком состоянии расслабона, в субботу с 14.00 примерно, ну, и пока сороковочка не закроется. Ну, и воскресенье тоже с утра, где-то там, сейчас, в, наверное, 7-8 до окончания контеста. Он сутки идет, как рассказывал Дима, интересно поучаствовать, потому что соседняя практически, да, вот, ближайшая к нам страна, и болгары хорошо и на русском разговаривают, там, активность, по идее, должна быть. В общем, ребятам раздать очки, вот. И также состоится воскресенье встреча по формированию материально-технического бюро и организационно-технического бюро, поэтому приглашаю к формированию этих бюро и просто поделиться своим мнением. И, возможно, мы будем встречаться в воскресенье с гостем в штаб-квартире, это будет представитель генерального штаба Украины, где будет передаваться определенное оборудование официально от ГСВРЛ и ГОЦЕРР на нужды армии. Так что, друзья, приезжайте, можно будет пообщаться на эти темы. Так, пожалуйста, если вопросы есть у кого-то, вам майк прям. Так, нет вопросов. Витя, УЦЛ, УГМ есть? Витя, ты на связи прям? ОР-5 УГМ, это три УЦЛ. Да, Витя, я хотел бы узнать по поводу материально-технического бюро, о том, о чем мы вчера с тобой говорили. Ты уже примерно себе в голове продумал, для нашей мастерской, какие ты видишь прежде всего самые основные необходимые инструменты, что надо в первую очередь закупить прям. Ну, честно говоря, ну, подумал, конечно, есть мысля, что нам надо в первую очередь. Это небольшие тисочки, ну как небольшие, средних размеров, то есть и не, мягко говоря, не для того, чтобы часы собирать, разбирать, а ширина губок где-то сантиметров 5-6, то есть, ну, естественно, гладкие губки, то есть, чтобы можно было зажать, там, какую-то трубку алюминиевую обработать, или какую-то еще деталь, более мощные смысла нету. Это раз. Дальше что-то. Ну, там какие-то напильники, надфиля, набер сверл, может быть, ну, хотя сверл лучше по отдельности покупать. Шуруповерт, я думаю, вещь абсолютно ненужная. Если нужен будет, я думаю, у всех до хозяйства в доме есть, там дрели, или шуруповерт, надо взял, принес, поработал и ушел. То есть, вот так вот. Ну, паяльник, там, 25 и 40-ваттный, больше, мощнее, думаю, не надо. Если понадобится, опять же, из дома можно принести, потому что вещь, как бы, редко нужная, ну, более мощный паяльник. Ну, и все вроде бы. Ну, вот, подвертки, там, крестовые, шлицевые, ну, и достаточно, думаю. Главное, чтобы руки, как бы, были у людей, которые хотят приходить работать. Это самое основное. А инструмент, я же говорю, если чего-то не будет хватать, человек взял, надо там что-то, принес из дома, поработал и назад же унес. Вот такие у меня мысли на приеме. И ведь так не пойдет. Надо, чтобы было все на месте, и оно должно закупаться. И лежать, и там возможность закрывать, по-моему, три таких больших металлических ящика, ну, различных, как в столе, есть. Они закрываются на ключ, поэтому все можно оставлять. Вот, давайте у Арсена спросим его мнение, чтобы он посоветовал, прежде всего, для мастерской, с чего бы начать по инструментарию полезному. Арсен, тебе майк прям. Да, спасибо, Женя. Ну, а как раз и хотел прокомментировать. Значит, шуруповерт вам действительно особо не понадобится, крайне редко, по практике. Я бы вам порекомендовал бы порыться по ЛХ, так как где-то как-то финансирование. Если есть, то старые советские, да и современные небольшие такие сверлилки, из неогромных тяжелых, не надо те, которые такие на пол. Как-то проскакивали на полгода назад такие небольшие сверлилки. У меня такая дома стоит там, это польская, кажется ли. Короче, из таких обыкновенных она одной рукой поднимается, легко переносится. Хотя двигатель нормальный такой, самый обыкновенный, синхронник. Сейчас мощность-то не помню, сколько, ну, короче, то ли 400 Вт, то ли сколько там. На такой ноге, то есть стол наклонный, с отверстием по центру, ну, классика жанра, понятно, да? Два шкива, первичный и вторичный, на три ручейка разные, чтобы менять обороты можно было, вот, перекидыванием ремешка самого обыкновенного, вот, ходовой. Почему такая именно сверлилка? У меня там высота, кажется, то есть сверлилки там, полметра, образно говоря, в холке, ну, а рабочая сейчас не помню, честно говоря. Если модель нужна, то я же, я тебя сфотографирую, свою вышлю, на такую ищите. Чем она удобна? Тем, что всегда можно взять ее, снять со стола, если там сделаете такое быстросъемное крепление, оно легко делается, на самом деле, это банально болты с прижимами, это чтобы через отверстие не крепить болтами к столу, вот. Почему именно так? Потому что поставили на пол, и когда длинный бум вам нужно засверлить, особенно когда УКВшные антенны делаем, то отверстия должны быть четко перпендикулярные. Потому что если у вас отверстия не перпендикулярные, то, естественно, болты у вас клинят, получается ерунда полная. Ручной дрелью это экспедиционизм называется, вот. Значит, сверла самые обыкновенные, лучше, конечно, поискать тоже там на всяких форумах, где всякие мастера, ну, токари, там, фрезеровщики, там, короче, вагоны маленькая телега, хоть побежать на барахолку, потому что в ларьке сейчас сверла дорогие очень. Как-то там, стилворк, скажется, это такие, из дешевых, самые нормальные сверла были. Вот. набор, в принципе, там, от миллиметрового, хотя бы шагом по миллиметру, и там, в принципе, до 15 миллиметров в прыжке. Больше редко, когда нужно. Вот. Ну, самые ходовые, лучше, конечно, иметь по два сверла, потому что часто ломается. Это какие? Это сразу можете конспектировать. Троечка, четверочка, пятерочка, шестерочка, восьмерочка. Это чаще всего то, что ломается, потому что девяточка, она такая себе, редкая, когда нужна. Десяточка поломать, но это надо уже, э, в алюминиевом буме и задешке, это надо постараться. Вот. Значит, в основном, что ломается? Тройка, в первую очередь. Вот. Ну, единичка, двойка, сам, молча уже понятно, да? И так поломается легко. Троечка, четверочка, ходовая, в принципе, тоже, тоже ломается часто. Пятерка, шестерка, тупятся тоже. Вот. На будущее рекомендую. Маленькое точило. Если понадобится, я вам порекомендую контакт. Один человек изготавливает в городе Киеве точило. Вот. Довольно-таки профессионально. Вот. Качественно. Камушек небольшой и алмазная чашечка самая обыкновенная. Это для того, чтобы у вас сверло всегда можно было поправить. Это рулит. Паяльник, в принципе, можно самый обыкновенный. Это так провода попаять. Ну, и рекомендую, в принципе, какую-то недорогую китайскую станцию. Это так на будущее вам рекомендация. Вот. Не помешает, как говорится, фен. Ну, тот, такой уже там третично, как говорится. Естественно, нормальный мультиметр я вам порекомендовал бы. Иметь в хозяйстве обязательно всегда на месте. Ну, там, если где-то перепадет какой-то из старых советских осциллографов, так, тоже на всякий пожарный, чтобы посмотреть в станциях уровней сигналов, там, переменку. НЧЭшную часть, когда смотрим, тоже, в принципе, не помешает. Ну, естественно, припой. Флюс неактивный, рекомендую. Активный вам редко когда-то понадобится. Вот. Можно взять просто бутылку, как я себе взял в свое время на радиобазаре на кордачах в жидкой канифоле. Припой двух типов. Один, который тонкий, там, для СМДшной пайки, потому что, если где-то какой-то ремонт или кто-то захочет маленькую платку собрать, даже банально нагрузочку, как я делал, надо. И для этого паяльная, кстати, нужна. Вот. А паяльник такой обыкновенный припой, самый, что не обыкновенный, шерсть, плос, любой, в принципе. Ну, если нет, свердосплавные вам не нужны. Ну, и просто кусочек канифоли, хороший кусочек. Желательно, чтобы была всегда запасная поролонка для вытирания жала. Значит, круглогубцы, плоскогубцы, бокорезики, желательно два, тупятся. Иногда даже проблемы там, какой-то, может, балбесик, как говорится, и что-нибудь толстенькое, тверденькое, типа столюки, перекусить, и будут зазубрены. Это не фэн-шуй. Одни должны быть такие технологические проволоку кусать, а одни особо острые, особо качественные, фидера разделывать. Ножи, два штука. Обыкновенные, чтобы надрезать кабель, фидер, то есть один остренький, чтобы уже аккуратненько работать, там, кембрики. Ну, я имею в виду не кембрика, центральный изолятор подрезать. Пинцет для пайки, не паяющийся, тоже не помешает, как говорится. Вот, в принципе, то, что пришло на ум, так сразу сходу. Смотрю на свой стол с небольшим бардаком, пытаюсь вспомнить, но пока так это... Ну, все остальные там, как говорится, анализаторы и всякие генераторы, тоже такое, клюшки на будущее. А, смывка обязательно в хорошем количестве, делается элементарно, мотайте на ус. Берем литр изопропилового спирта, так дешевле в магазине химическом в Дарнице, этилоцетат в ларьке, то есть эпицентр, тоже литру. Вот, сразу все не замешиваем, не надо. Берем маленькие бутылочки из-под 25 мл, ну, медицина, короче говоря. Вот, они, в принципе, у купорка нормальные, укупориваются хорошо. Разводим один к одному. Вот этот растворчик в этой бутылочке самый лучший всего. Зубочистки бамбуковые, хорошие, тверденькие понадобятся, особенно с платами работать, когда... И, как меня любят патролить, малюха, ушные палочки, что не смешно, но рулят, очень удобно, например. Витя, у тебя для, ну, для коммента, пожалуйста, тебе майк. Да, в целом на чистоте. Да, Арсен, спасибо за информацию. В принципе, разумно все, ну, я не думал, что будет с таким размахом, ну, как бы, список всего, чего надо. Я более склонен к тому, что постепенно все это собирать, но если нам такое профинансируют, я, в принципе, совсем согласен. Единственное, насчет сверлилки, все-таки, как по мне, более универсально было бы хорошая, качественная дрель, чтобы, ну, шпиндель был на шариковых подшипниках, то есть, чтобы потом втулка не разбила, и качественным патроном. И что-то типа, вот, как бы, станина для дрели, вот, я знаю, спарковская, вот у нас на работе, в принципе, нам ее достаточно, мы даже сверлами 0,7 спокойно платы сверлим, и обыкновенную дрель, то есть, сверло обмотали проволочкой, ну, обмоточным проводом, там, где-то, где-то 0,5, опять же, 0,7 обмотали, чтобы зажать патрон, и нормально сверлим даже такими мелкими сверлами платы, когда есть необходимость, вот в этой станине. А при желании можно дрель снять и сверлить что-то уже с рук, то есть, ну, например, или, ну, что угодно, и в каких удобных положениях, то есть, это, ну, я считаю, что более универсально будет. Ну, в принципе, какие, все остальное, в принципе, действительно, да, совсем абсолютно согласен на приеме. Да, еще добавлю, забыл сказать, веста хлопчатобумажную, ребят, кто там дома, у своих жен, мам, ну, там целые мешки, клумаки не надо, но старые простыни, не синтетические, естественно, только хлопчатобумажные, чистые, там, какие-нибудь рубашки старые, из такой относительно плотной ткани, главное, чтобы не сыпалось, чтобы не пылило. То есть, стираете, трусите, чтобы пыль не сыпалась, сложили, аккуратненько принесли. Аккуратненько на месте это все дело разрывается, резать не обязательно, хай, вот, рвется по швам, разрывается на патчи, так называемые полосочки, вот, их лучше уложить сразу в отдельную коробочку, так удобнее пользоваться. Вот, если бросить просто кусок тряпки, эту тряпку испачкают, их она и вот. А так, взяли патч, попользовались, вытерли там, или рабочий инструмент, или вместо пайки, или вот разъем заделываем, например, тоже, очень практично. И рядом мусорное ведро, нормальное, и туда выбросили. по поводу дрели, дрель в хозяйстве нужна, согласен, но, я еще раз повторяю, когда у вас встанут вопрос, как нормально ровно просверлить, хорошее отверстие, чтобы там нигде ничего не люфтило, не болталось, ну, уже молчу про нарезание резьбы, даже в каком-то там, ну, куске какого-то пластмасса, неважно, каких там композитов, то дрелью сделать, ну, это извращение, это первое. Второе. Всегда эффективней, особенно трубу, бум, то есть, когда сверлим, сверлить не на больших оборотах, а на маленьких. Дрель, маленькие обороты, может давать только та, которая с редуктором. Та, которая с редуктором, выворачивает руки, если закусит. Станина, ну, короче, это, я считаю, извращение, вот, экспедиционизм. И практичнее, поверьте, такая сверлинка, почти как у меня, ну, один в один, но другого производителя, 350 гривен стоило. Я, в принципе, сидел и смотрел на нее, купить не купить, потом думаю, нафиг она мне нужна, у меня такая уже есть. Вот. Что, в принципе, ройтесь, оно же вам сопер не горит, вот, но если где-то попадется, быстренько взяли, перезаняли там, скинулись, и, короче говоря, выкупили такую сверлилку. Реально, когда поработаете, вы поймете, что сверлилка, хе, она помогает, потому что я с такой сверлилкой даже бегал на некоторые объекты, сверлил, и можете спросить, у Славы УТБ, а я к нему приехал, и мы у него на месте бум сверлили. Прямо дома. Очень удобно. Да, еще забыл сказать, значит, по поводу сверлилок, тиски, кстати, лучше брать больше 6 сантиметров, нормальные струбцинки всякие такие, это то, что к столу прикручивается, это так, помощнички, вот у меня такие закрепленные, только для пайки, потому что в них что-то поделать, это только маленькие детальки, какие-то там, гаечку, шайбочку зажать, чтобы надфилем попилить. Вот. А, напильники тоже на базаре, Дарницкий базар, например, там Юность, посмотрите, где дешевле, есть даже новые продают напильники, в Инете тоже вагоны, маленькая телега. полезная вещь, надфиля, кстати, о птицах вам понадобятся тоже. Желательно, конечно, потом на будущее купить такая вещь, называется шабер, кто не знает, это там, ну, такие маленькие ручные шабера. Сфотографирую, кину. Кроме ентова счастья, развертка. Вот. Это полезная вещь, особенно, когда сверлим отверстия и получаются зубрины, первое, второе, где-то там винтик в потайках, говорится. Тоже полезная штуковина. Пока ничего не вспоминается, что отпускаю пяти, например. У ЦЭЛ есть еще пару замечаний, хочу сказать. Что еще? Я вот, например, для изготовления своих антенн использую для нарезки труб, ну, понятное дело, находясь как бы в стационарной мастерской, грубой апелля и болгаркой, а вот для небольших и мелких у меня имеется ножовка, не та, которая со стандартным большим полотном, а вот есть такие советские были ножовки, такие маленькие, я их называл детскими. Там где-то полотно, где-то ширина, его где-то миллиметров 6-7, и длина где-то сантиметров 20, даже меньше, чем 20 метров. Вот эти, особенно у КВ-антенны, самое оно пилять, подгонять, точность относительно неплохая и аккуратно и красиво получается на приеме. Так, значит, вспомнил. Чертилка вам понадобится, это такой, как карандаш, только из металла на конце напайка, твердосплавная. Это вместо маркера, для того, чтобы точно наносить разметку. Потому что на КВ-шных антеннах нижних диапазонов ошибка в миллиметры допускается. На двойке, а тем более на 400 не допускается вообще. Потому что ошибка в миллиметр позиции любого элемента может свести на нет все потуги в расчетах. Маркер дает довольно-таки толстую полосу и получится не точно. Очертилка лучше. Керн обязательно. Молоточек. Ну их два. Один побольше. Грамм 100. Один маленький. такой кернить. Потому что если тяжелым лупанете по керну, то алюминий продавите, будет яма. Вот оно не надо. Так, еще в голове крутилось. А, инженерная линейка. Точнее, я извиняюсь, инженерная. Не инженерная линейка. Инструментальная линейка. Старая советская, правильно. Рулетку ни в коем случае. Боже упаси. Это так мерить только стены можно. Там и длину проводов, как говорится. Я пользуюсь линейкой. стальная, совковая, метровая. Реально помогает. Теперь по поводу ножовки. Ножовка и алюминиевые трубы. Можно пилить, но не нужно. Мотайте на ус, пацаны. Едите в магазин, практически любой. Смотрите, тебе подешевле, только берете фирменный труборезик. Маленький. Поверьте, это такое счастье. Раньше тоже занимался вот таким экспедиционизмом по поводу отпиливания алюминиевой трубы. Полотно начинает забиваться со временем и сводится на нет. И крайне ровный. Труборезом вы только делаете три оборота в любой трубы и получаете ровненький, красивый срез. Мало того, если вы разметили точно по линеечке вот этой чертилочкой, то поставить колесико острое, свежее. Только главное, не давать никому, чтобы болты не пытались обрезать им. Или еще что-нибудь твердое. Только ставите колесико на эту рисочку и получаете точно в размер. Тютелька в тютельку. Без ошибочки. Причем толщина пила распила, то есть от полотна отсутствует как таковая. Мысль понятна? Да, идея понятна, но согласен. Но опять же, если профинансируют, хорошо. Если не профинансируют, тогда можно вполне обойтись ножовкой, а потом надфилем подгонять. Кстати, тоже вариант очень неплохой. Тем более, что народу надо с чем-то заниматься полезным. А так сидишь себе, пиляешь себе и разговариваешь о чем-то приятном на приеме. Брейк, брейк. Найбрейк. Арсен, давай. Нет, так ты брейк был, да. Так ты хотел что-то сказать? Да, ты говори, потом мне дашь майк, у меня вопрос будет. Да, значит, по поводу пилять трубу. Пилять трубу, вам сразу скажу, не надо. Потому что если вы на 400 собираетесь точно вгонять в размеры, ну, точно, реально точно, то есть это десятки, то надфиля, ну, это изврат. Ну, серьезно. Сейчас люди сидят и просто смеются. Это издевательство. И над людьми, и над надфилями, кстати, по алюминию. Это примерно то же самое, что надфилем по припою. Он забивается, потом его чистить надо. Еще раз, труборезом, если руки не из попы, обрезается четко в размер, миллиметр в миллиметр, даже, в принципе, у меня получилось по полмиллиметра, пять десяток, обрезать трубу. Если уже точнее надо, то для этого уже токарный станок. Вот. Мысль понятна, да? Там уже выставился, и точно уже, я так, в принципе, поступаю. Делаю чуть-чуть с запасом, вот, на тему, если где-то что-то ошибся. Вот. Значит, почему прелесть трубореза? Еще раз расскажу. Когда пилим ножовкой, мы пилим практически с одной стороны до конца. До конца она не доходит, полотно. Потому что остается такая тоненькая перемычка, которая, на которой просто обламывается. Остается такой выступ. И его нужно потом срезать. После трубореза этого не остается. Первое. В этом, на этом мостике, скажем так, где обламывается труба, остаток, получается такой небольшой задир, который торчит наружу. Его тоже надо опиливать. После трубореза с нормальным колесиком получаются завальцованные немного края вовнутрь. Это практичнее. Вот. Никаких извращений. И самое главное, ничего никуда не торчит. Если вовнутрь нужно что-то вкручивать, для этого существует шабер, развертка. Развернули отверстие, вот край отверстия. Подготовили, собственно говоря, его. И там нарезаем резьбу, или что нужно, делаем и закручиваем. То есть, собственно говоря, дальнейшее, что вам понадобится, это набор метчиков, плашек небольших. Потому что, в принципе, где-то что-то там восстановить. Ну, это такая обыкновенная, самая обыкновенная мастерская. Без всяких там фрезерных, токарных станков. Серьезно, пацаны. Просто, когда начнете работать, оно понадобится. Отвертки берите. Лучше не наборы, которые разборные, потому что биты теряются. И когда биты выпадают, это неудобно. Лучше брать набор отверток топекс, или не топекс, как это там. Короче, вот, в свое время, во время контестов, таких маломальских, киевских, я покупал в эпицентре и дарил. Значит, просто банально. Отвертка, красно-серая, оранжево-серая ручка, цельная, заодно ничего не вынимается. Такой набор стоил копейки, на самом деле. Очень удобно, практично. И на стенку вешается. Вот, собственно, все. УГМТ и Амайк. Я хотел спросить про линейки еще. Ты только советуешь сугубо советские. Вообще, реально эти советские линейки найти, если, например, ни у кого дома нету метровой прием? Да. Значит, реально. Я сейчас не помню сайт, это надо будет у приятеля спросить. Есть сайт, где люди продают всякие такие вещи. Они там продаются новые. Ключевой момент. Новые. То есть, купите такую линейку и забудьте как про страшный сон. Потому что раньше все там у всех своя рулетка особо точная. Ну, и то же. Если будете что-то даже мерить рулеткой, я вам категорически рекомендую мерить не от нуля. Ни в коем случае никогда. Запомните. Только от 10 сантиметров начиная. Это у вас ноль. То есть, посмотрели, отняли 10, получили чистый размер. Понятна мысль? Теперь, так, на то же относительно ближайшее будущее. Штанген циркуль обыкновенный, который там 150 миллиметров. Желательно еще такой средний, который там на 250 или там на 300, кажется, я не помню. Побольше штанген. Но это так. На будущее ближайшее. Вот, собственно, пока все, что вам понадобится, больше вам особо... Ну, мне в голову не приходит. Если что-то придет в голову, то я вам тогда скажу, что вам надо. Так, в принципе, много чего. Если будете брать там мельчаки, то вам, естественно, нужно будет державки для мельчаков с квадратом под квадрат. Если плашки, то, естественно, плашка-держатель. Вот. Кстати, такие хорошие вещи, новые. Ну, человек на заводе сам делает. Заводские, то есть, ну, самопал, образно говоря. Продавались на Петровке. Я себе такую одну взял. Счастливый, как слон. На три размера. Шикарно. Поверьте. Вот. Пока, собственно, все. На прямом. Так, Витя не хочет комментировать. Кто-то, может, еще подошел в 5-е геомой группа, пожалуйста, всем. Понятно. Ну, как по мне, очень интересная тема. Формирую мастерскую радиолюбителя. Для новичков. Я надеюсь, что, если слушают ребята, очень полезно возьмем. И, безусловно, мы тоже опираясь на ваш опыт, уважаемый Марсен. Потому что, действительно, необходимо сделать удобное, поскольку есть я тут видя, как-то вот так обращает внимание на финансирование. Должен быть готовый. Витя, список, готовый план всего необходимого. Надо интересоваться, спрашивать. спрашивать людей, которые с этим каждый день работают и добавляют свои какие-то новшества. Ну, я со своей стороны хочу сказать, что это вот мы немножко так затронули формирование материально-технического бюро. Это, основном, это коллективка, это помещение коллективки и мастерская. По коллективке друзья, якобы, вот, общался с руководством, техника вся есть, компьютеры, мониторы, трансиверы и все остальное все есть, но оно, к сожалению, не может завестись еще в штаб-квартиру, потому что вот только с этой недели либо следующей будет устанавливаться сигнализация. там уже сейчас полным ходом идет настройка теплых полов, поэтому так вот все будет постепенно. Поэтому мы к этому вопросу будем возвращаться. Ну, а я думаю, что организационно-методическую часть работы штаб-квартиры какие-то возможно советы и предложения я думаю, что уже наверное обсудим в следующий раз, если нет возражений. Витя, тебе майк. Да, вот трио цел на частоте. В принципе, все как бы по теме все совсем абсолютно согласен. Хочу просто вот у меня как бы вопросы ну, в основном к тебе и как бы немного хотел бы послушать консультацию Арсена. То есть какая как бы вопрос к тебе, Женя Первый. На крышу теоретически я так понял попасть можно. Вообще там есть ли возможность затягивать дополнительный фидер или все-таки будем обходиться тем фидером, который у нас уже наверх проложен? То есть я к чему веду, чтобы я в дальнейшем мог посчитать, что будет реально дешевле тянуть дополнительный фидер наверх или все-таки наверху ставить какой-то антенный коммутатор? То есть вот этот первый вопрос. Второй вопрос насчет того, насколько мне известно, имеется трехдиапазонка трехэлементная траповая Яга и поворотка 800-я АЕСовская. Это все имеется. Правильно я понял или нет? Ну и третий вопрос, будем ли мы ставить, вообще допустима ли там установка каких-то высоких матч, под НЧ-антенны на крыше или будем все-таки НЧ-антенны натягивать между домами, между крышей и землей и тому подобное? То есть вот такие вот вопросы. И теперь вопрос к Арсену. Все-таки какую для ты представляешь где находится QTH какую все-таки антенну на 80-метровый диапазон ты сможешь посоветовать? У меня в голове крутится все-таки брать или инвертед или что-то типа несимметричного диполя то есть натягнуть между двумя домами то есть что-то вот такое ну то есть или виндом или инвертед ви то есть на один или может быть на два диапазона ну там как крыша позволит на приеме. Так кому первому мне? Да тебе вопрос первый тебе задавался Женя Да спасибо Вить Значит трехселементная яга на вычей диапазоны лежит с повороткой и с разным еще барахлом там какие-то оттяжки капи кобеля разъемы у Саши УДСМ уже в гараже поскольку это пока нельзя оставлять в штаб-квартире там и рабочих куча и сигнализации нет и двери пальцем открываются фактически да и поэтому пока туда не завозим оно все ждет в своей участи это раз да на крышу ну как на крышу доступ есть можно взять ключ но на сегодняшний момент я не вижу смысл там чего-то устанавливать это два и три я мне мало верится в то что нам дадут что-то между домами натягивать я в это не верю честно честно говоря но работать в этом направлении будем вот такие дела а по кабелю мне бы хотелось бы еще дополнительный лучше кабель на УКВ завести по типу 1-2 дюйма либо 7-8 дополнительно еще с кабелем управления и чтобы было две антенны на КВ отдельно сами по себе вот я считаю что вот так более эффективно ну а если не получится еще один кабель затягивать то наверное надо будут релюхи ставить прям да принято сразу опять же все спасибо за ответы теперь дополнительный вопрос к Бекарсену как более опытному чем я как бы специалисту что посоветуешь все-таки лучше два отдельных кабеля тянуть я имею ввиду про АКВ антенну КВ сейчас не трогаем или все-таки ставить один кабель и наверху антенный коммутатор то есть как я вижу плюсы двух отдельных фидеров то есть можно поставить два трансивера то есть например одним мониторе там один диапазон на другом трансивере например работать то есть в контестах как бы удобно раз второе из минусов понятное дело что кабель с подвала на крыше десятиэтажного дома понятное дело будет стоить денежку с другой стороны плюсы если ставить антенный коммутатор на крыше то можно как бы коммутировать практически ну в разумных количествах сколько заблагорассудится антенн и плюс проще сделать как бы заземление неработающих антенн которые в данный момент не используются их удобнее заземлять вот какой все-таки вариант ты порекомендуешь на приеме первое на низкие частоты я порекомендую антенну короткозамкнутую то есть это может быть дельта или еще что-либо значит почему потому что когда будет ветер статика атмосферная любая то бишь это и грозовые и не грозовые вот разряды снег особенно то у вас особенно когда рядом грозы то там будет аж сверкать только короткозамкнутая можно конечно выходить из положения балуны там т.д. и т.п. короче это заземлять можно и так если так очень уж охота там ставить короче говоря ну поверьте на разомкнутых антеннах уже проверено на практике по сравнению с короткозамкнутыми в городе именно в городских условиях на разомкнутых антеннах шумы больше ну просто поверьте как есть значит дальше по поводу фидеров если уже тяните тем более на большую магистраль тяните два а то и три потому что один фидер там затек или еще что-то вышел из строя там запасной никогда не помешает если оно есть то лучше сразу заложить чтобы два-три раза туда не бегать антенный коммутатор поставить наверху всегда можно на счет коммутирования антенн и заземления это правильно мониторить вторым трансивером это неправильно вот ну потому что трансивер предназначен для работы а не для мониторинга вот для мониторинга вам порекомендую какой-нибудь СДР из нормальных человеческих там если конечно спонсоры помогут там у меня тут например Кьюз 1р Кьюз 1р трудится отличная штука у Саши ты всем уже поспрашиваете сами значит ну у него на КВ а у меня не на КВ хай есть другие СДР но тоже денег стоит как говорится свистки то фигня на пост на масле тем более на КВ сразу можно забыть можно брать какие-то панорамы там ну короче тоже дело хозяйское что вы там подключите хоть осциллограф теперь по поводу вообще фу естественно если на крышу тянем то система грузососчеты оплетку на землю отдельная земля земля должна быть как электротехническая так и радиотехническая это две отдельных земли должно быть по-любому естественно заземление как наверху на крыше там антенна мачтового устройства так же и заземление внизу радиотехники это я надеюсь вы заложили когда делали ремонт вот ну наверное рассказывать не надо правильно когда планируется высокочастотное оборудование использовать значит шины все как положено по стандартам должно быть заземлено теперь по поводу если вы там поворотку собираетесь особенно Езовскую в частности категорически рекомендую хай первое выполнить доработку Езовской поворотки сделать юбку так называемую если она там будет очень долго ну то есть постоянно стоять это поворотное устройство когда в руки возьмете Езовскую поворотку видите как устроен подшипник вот он наружный в альфа-спидах он внутренний у этого чудо творения японской техники оно так немного вываливается в моих понятиях из нормальных вещей подшипник снаружи туда затекает вода конденсат попадает и шарики просто там униют короче говоря там время от времени нужно графитную смазку менять для того чтобы продлить срок работы в таком состоянии желательно сделать из резины юбку которая будет опускаться на где-то примерно на 5 сантиметров теперь разгрузочную площадку подшипник на подшипнике с отдельными оттяжками это для чего для того чтобы разгрузить скажем так ось мачты если это будет тем более у вас телескоп чтобы у вас не срезало саму мачту вот не провернуло ее это обязательно запомните пока все когда тянете кабель сразу тяните туда сигнальные кабеля на всякие пожарные две хорошие утепишки что и есть короче тяните пригодится поверьте что-нибудь туда воткнете тот же самый Ethernet наверх если понадобится коммутация тех же самых коммутаторов ВЧ между антеннами ну мало ли чего можно и со СТВ но можно в принципе если там токи маленькие напряжение высокие относительно все конечно на всякие пожарные я бы закладывал конечно силовой кабель какой-нибудь там 220 потому что если там будет отдельный блок питания который чем-то там будет управлять или давать чему-то питание то туда надо подтянуть 220 потому что просить у кого-то там из лифтовой ну не есть правильно еще из проводов слаботочки на коммутацию такой из типа силовых небольшой тонкий кабель какой-нибудь там 0.7 квадрата медь там желательно на 4 жилки вот это ПВВС кажется или как-то там это УГБ надо спрашивать сейчас уже не помню круглый такой короче говоря тоже там или для поворотного устройства для таких вещей он рулит например Брэк Брэк Витя ну так там уже ну надо немножко пояснить там уже ребятами выделено там два кабеля на крышу заведено и плюс две фтпишки получается там кабель такой хрош я правда не знаю его маркировки но ребята ребята нравятся восхищаются и я там получается на одном сейчас УКВ подключена палка и на другом условно говоря палка на КВ подключена вот и конечно было бы хорошо затянуть туда еще отдельный УКВ какой-то хороший фидер только единственное что я вроде там посмотрел там вроде как не абсолютно вертикальная вертикальная шахта по-моему там по штаб-квартире она где-то под потолком еще и лежит особенно там в санузле скорее всего видео вот такая вот информация видите меня Майк да вот И3 УЦЛ на чистоте ну хотел прокомментировать то что Арсен сказал смотри Арсен какая ситуация то есть если ставить ЕСовскую поворотку то если не ошибаюсь я просто не помню 800 там идет управление или 4 жилы или 5 мало того на кабель должен быть стойкий к ультрафиолету если не ошибаюсь там напряжение на ЕСовскую поворотку далеко не 12 вольт мне кажется побольше будет но я не уверен я их в руках особо не держал ну только по описанию это раз то есть туда надо будет однозначно тянуть какой-то кабель более-менее посолидней далее витая пара она вещь хорошая но только для низковольтных и для слаботочек то есть там пробивное напряжение это для хорошей ну как бы гарантированное 30 вольт не знаю там насколько качественная китайская витая пара там может быть оно и меньше я вообще встречал которая определенная жила в определенном месте без изоляции и такую кабель встречал то есть то серьезное кроме коммутации релюшек каких-то я бы вообще не рисковал то есть вот так вот насчет мачты мачта все-таки будет скорее всего не телескоп а будет треугольная фермовая поэтому как бы то что ты советовал разгрузка я планирую чуть-чуть по-другому то есть как бы верхняя секция внизу стоит на резиновой подушке ну которая или стандартная ЕСовская или самим что-то такое сделать которая типа антивибрационная стоит сама поворотка а сверху опорный подшипник причем я даже хотел бы два опорных подшипника чтобы можно было бы поворотку снимать без демонтажа антенны там на профилактику смазку туда забить для всяких таких дел то есть то что я планировал ну и фермовая мачта там где-то необходимой высоты то есть вот так вот по поводу заземления точнее вот реализации градозащиты и заземления что я предлагаю то есть моя мысль там поворотку то есть ну электротехническая земля оплетку кабеля посадить через туда через разрядник и параллельно разряднику еще и дроссель которого сопротивление чтобы было для рабочей частоты антенны там на несколько порядков больше чем сопротивление антенны то есть ну обраган говоря эксель этого дросселя чтобы там было несколько килоом для рабочей частоты ну а для постоянного чтобы было соответственно ноль то есть вот так вот ну а в шеке понятное дело поставить еще один как минимум коммутатор чтобы можно было переключать там трансиверы там вместо трансивера там усилители ну то есть вход усилителя то есть ну это уже можно будет придумать то есть вот такая вот мысля есть ну в принципе как бы и все насчет а насчет антенн которые не замкнуты не краткозамнуты почему мне не нравится дельты дело в том что дельта чтобы до примерно 80-ку то есть у него периметр и высота будет весьма такой впечатляющий учитывая что дип когда он высота подвеса там 20 метров это просто 20-метровая мачта то чтобы сделать обеспечить подвес для дельты то это она не 20-метровая а 40-метровая мачта ну проще уже сделать вертикал 40-метровый как по мне поэтому вот мне не нравится этим из-за этого дельты с другой стороны я вот использую антенну у себя ну несимметричный дип который питается через баллон сейчас сделал уже баллон под инвертед ну нынче диапазоны а он получается отлично короткозамкнутый то есть никогда не было никаких проблем со статикой поэтому я считаю что если грамотно сделать баллон то можно использовать и тот же самый дип инвертед и прочие такие антенны короткозамкнутые но благодаря баллону то есть нет проблем с наводками со статикой и прочей гадости зато высота подвеса от этого выиграет такие у меня соображения это 3уцел да понятно хорошо то дело хозяйское но если ты на как ты сказал на электротехническую землю но это не электротехническая на самом деле это грозозащита будешь вешать оплетку фидера то ты можешь попрощаться во время грозы со своим трансивером поверь в свое время даже не помню там какой год был круглый стол в Ихолинке я там присутствовал обсуждали как раз вот этот вот вопрос как правильно что заземлять и там все ответы на эти вопросы есть значит мачту вы можете заземлить но облетку кабеля лучше заземлить отдельно на отдельную радиотехническую землю почему потому что когда не дай бог попадет там все равно мало не покажется в молниеприемник на здании попадает энергетика и вы никак не завязаны на этот контур то вы еще как-то там как-то живете ну вот что-то где-то может там щелкнет там искра проскочить небольшая но как только у вас есть непосредственная связь и там по барабану какие-то дросселя там или еще что-то это все уже до лампочки там понимаешь энергетика средняя обычно бывает где-то около миллиона вольт то есть энергетика по барабану настолько мощная ну про ток я вообще молчу ты понимаешь да там сотни ампер бывают распространяется во все стороны во все стороны и она не успевает очень часто даже как говорится стечь по этой системе заземления в землю бывает что даже разряд молнии я сам видел был свидетелем такой грозы попал в молния приемник системы грозосащиты рабочей нового здания я узнавал подключенное уже вот и поверенная была система но здание только построили еще не сдана в эксплуатацию но уже вся земля была включена молния попала это рядом 24 этажное здание если не ошибаюсь молния попала в молния приемник ну частично там конечно потекло вниз но часть отразилась ну чуть-чуть меньше скажем так полетела вниз по диагонали это так чтобы ты понимал метров наверное 350-400 попала в конек на хрущевке пятиэтажке и в антенну ну какая-то такая самопальная телевизионная антенна у людей стояла через пять минут я начал наблюдать дым из форточки окна вот через где-то минут двадцать наверное появились сирены подъехали туда две пожарные машины фактически ну быстро потушили мысль понятна о чем я тебе хочу сказать да мысль понятна почему я сказал что грозозащиту и заземлению необходимо будет консультироваться со специалистами чтобы было это сделано все исключительно по нормам по СНИПам ГОСТам и по тому подобное потому что не дай бог если ладно сгорит трансивер то еще как бы фигним деньги скинемся и новое сделаем или это отремонтируем а если у кого-то сгорит квартира или дом то я думаю сидеть никто не хочет поэтому такая ситуация и опять же я считаю что надо ставить наверху однозначно антенный коммутатор не обязательно сейчас но во всяком случае надо ставить в любом случае антенный коммутатор чтобы во время грозы и во время когда не ведется работа в эфире чтобы антенна была и наверху и снизу отключена ну снизу трансивер отключен а наверху антенна отключена от фидера то есть ну как минимум Вот это вот. А все остальное уже, как бы, можно тогда уже и через дроссель ее садить на такой, как бы, на контур, ну, грозозащиты. Ну, это моя мысль, опять же, надо спрашивать специалистов. То есть, вот такое вот. В принципе, ну, вот такие вот мысли. Такое, хотел спросить, есть ли есть ко мне вопросы? Я сейчас на них хочу побыстенько ответить, потому что тут уже мне пора спать. У меня однокомнатная квартира, тут ребенок уже спадки хочет на приеме. Вопросов у меня нету к вам. Это у вас в основном вопросы. Второе, то, что почему не рекомендую еще из практики подключаться к внешнему контуру, не только из-за грозы, а из-за того, что очень часто по этим контурам бегают токи. Очень часто бывает туда токи фуко убегают, когда земля начинает дохнуть, они начинают бежать к вам, начинают гудеть. Это первое. Второе. Очень часто на эти системы наводятся, на любые такие системы наводятся паразитные токи разных гармоник, отсековые электроники, импульсные преобразователи и там, чего угодно, короче говоря. Потому категорически не рекомендую ввязаться на эту землю. Это проверено тоже печальным опытом. Мало того, очень часто было, но в старых зданиях, правда, там может какая-то левая фаза гулять, когда кто-то там куда-то что-то сливает, короче говоря. Тоже бывает очень грустно. Заземление это правильно, короткозамкнутую систему, то есть, когда не работает трансивер, правильно. То есть, центральная жилая плетка замыкается, это все дело втыкается в землю. И по поводу кабелей. Кабеля рассчитывайте так, чтобы у вас отдельно было фу, фидерное устройство, кВшное, ну, хоть одно на все кВ, и отдельно хоть один фидер должен быть на у кВшное, а фу. Понятна мысль? Вот, ну, с коммутатором наверху. Почему? Потому что, когда вы будете работать на кВ, и вам захочется там кого-то покричать на у кВ по месту, там и договориться что-то, ну, т.д. и т.п. мысли, то придется выбирать что-то. То ли вы на кВ дальше работаете в контесте, то ли переключаетесь на у кВ и работаете на у кВ. Два трансивера на кВ можете сразу не ставить. Это бесполезно, такую мысль откиньте, как вредную. Почему? Потому что как только включится на любом диапазоне кВшный передатчик, на любом другом диапазоне будут большой уровень помех, и толку с этого не будет. Вот, собственно, все. Да, принято. Все, у меня вопросов к никому уже больше нет, я полагаю, ко мне тоже. Прошу прощения, все, я отключаюсь, потому что тут необходимо по всеми делами заниматься. Если там какие-то будет какая-то информация, ну, в дальнейшем завтра там или когда-то можно будет мне сообщить. Спасибо всем за внимание. УТ-3 УЦЛ сейчас тут покидает. Давай, Сем-3 Вить. Ну что, кто-то еще есть в УР-5 УГМ и группа, прием? Я на заре, я на заре, я на заре, я на заре, я на заре. А кто, лидер был? У Т-4 УР-2. Ну, хай что-то расскажет. Костя, я тебя не принимаю, но ты можешь Арсену что-то рассказать. Он тебе точно расскажет. УТ-4 УР-2. УТ-4 УР-2. Только, только пришел, не верно, верно. Понятно, Костя, добрый вечер. 5-9, отлично, великолепно. Жень, ретранслирую. Только, только что пришел из универа, дословно. С интонацией даже, где-то как-то хай. А, ну тогда, Костя, раздевайся, кушай и ложись спать. Ты же студент, тебе надо завтра думать, с самого утра, хай. Ну, я, 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 я не читаю. Арсен, а что он там говорил? В принципе, он так и будет делать, скорее всего. Я так понимаю. Ладно, спрашивай, может, еще кто-то подошел. В принципе, я тут так в режиме наблюдения. УР-5, ЛГМ и группа, пожалуйста, кто еще есть? Так, ну нету. Значит, я думаю, что лично я полезно, полезно, много информации для себя почерпнул. И тут, Арсен, к тебе большой такой объект, точнее не объект, большая такая тема для обсуждения. Все-таки уже помещение штаб-квартиры практически готово для различных лекций и семинаров. Поэтому подумай серьезно, как бы это можно было бы, твой опыт, твои мысли, твои знания красиво оформлять, подавать. И не только здесь, в эфире, и, может быть, в серии каких-то интересных фильмов, экспериментов, научных программ различных, что, безусловно, будет поддерживаться материальной помощи и различной поддержкой со стороны ГСРЛ. Так что, подумай серьезно, это очень интересно. Безусловно, будем собираться здесь, будем об этом говорить, но надо это делать более публичным и более таким, в роли контента. Ну, в принципе, то, чем ты и занимаешься, но, может быть, подумай о лекционном характере своей деятельности. Да, мысль я понял. Ну, скажем так, возможностями вашего помещения, если такая возможность будет для каких-нибудь лекций, как ты говоришь, хай, я их используюсь. Вот, а по поводу медиа-контента, ну, такие, а так, по чуть-чуть, где-то что-то, если делаю, такие же. КЦРТ, РУА, я публикую, даже сделал раздел для технических статей. Вот, там, ну, пока сейчас не особо пишу, занят, тут всякие еще дела. А так, в планах дальше тоже там побольше информации выкладываю. Сейчас, наверное, еще статью сформулирую получше, так, этих измерений, наверное, буду публиковать там тоже на сайте состояние двойки, семидесятки, то, что видел в Фейсбуке, в группе, что такая эта информация. В принципе, можете тоже брать эту информацию и репостить, как говорится, публиковать на других ресурсах. Ну, естественно, с указанием, потому что тут, как бы, из области здоровой конкуренции, например. Ну, понятно. Ну, тем не менее, я же говорю, что ты и так занимаешься медиа-контентом, а вот лекционным контентом тоже очень важно, тем более, что есть, скажем так, помещение. Это можно все красиво отснять, это можно тоже, опять-таки, на сайте выкладывать, на разных площадках, абсолютно только преследовать одну цель, просветительскую. И я вижу, ты знаешь, и где-то у меня уже видна интереснейшая лекция, которой нужно уделять много времени о том, о чем мы говорили сейчас, это грозоза защита. Правильная грозоза защита. Многие, в том числе, я где-то не понимаю всех практических моментов, поэтому вот что-то бы интересное такое сделать, это безопасность наша, это безопасность наших окружающих. Я думаю, это первое, что должен детально и глубоко изучить человек, прежде чем поставить хотя бы маленький штырек у себя на крыше или за окном прием. Ну, понятно мысль. Хорошо, я подумаю по этому поводу, как просто сейчас со временем особо не складывается, как говорится, потому что всегда есть какие-то поточные проблемы, как говорится, а все остальное. В принципе, если интересно будет какому-то большинству людей, вот, потому что в этом деле тут то, что я сейчас расскажу вкратце, нужно, ну, какая-то группа людей, кому это интересно и кому это надо, то на это лето я уже не успел, как говорится, опоздал, а на следующее лето, надеюсь, все-таки успеть, хай, вот, и сделать комплекс для измерения, усиления, диаграмм направленности антенн, что, в принципе, можно будет сообща двумя клубами, ну, и заинтересованными лицами выезжать в поле заранее уже напиленными, как говорится, антеннами и проводить именно лабораторные испытания, а не так просто кто кого как слышит. То есть, с точными измерениями в децибелах, с долями децибел, более того, вот, с уровнями, углами, ну, короче, туда и т.п. По полной программе, например. Ну, в общем, я, да, я слышал об этом всем деле, так, интересно, интересная тема, а я еще хочу вернуться к различным лекциям, лекциям, семинарам. Хочу сказать, что, если, если будет все очень, все очень хорошо, эффективно проходить, то готовность у спонсоров и руководства ГСВРЛ, даже, я так понимаю, таким лекторам в качестве гонорара выплачивать какие-то даже деньги, вот, если эта работа, ну, как бы, да, будет интересно и востребована, дабы популяризировать наши, скажем так, наши знания, да, чтобы мы были закладывать в нас, чтобы делать нас грамотными, вот, ну, и тут тоже очень важно, чтобы создать такую достаточно интересного, интересного характера, не просто, знаешь, там, лекции, пришел профессор в очках и рассказывать что-то непонятное, когда, ну, когда приходит человек, который каждый день с тобой в эссире общается и поделился своим опытом на слайдах, на каких-то графиках, показал, рассказал на пальцах, провели эксперимент тут же какой-то на месте и люди реально это услышали и сделали, это очень эффективно и человеку еще, человеку за то, что он потратил свое время, силы, какой-то материал, на это все потратил, это все возместили с торицей прям. Да, я мысль понял. Хорошо, Женя, так, я тут, как говорится, не собрался все-таки с духом, тот материал, который писался в прошлый раз, ну, сейчас тоже пишется, но за исключением меня, к сожалению, так устроен трансивер у него сзади, через выход, микрофонный тракт не транслируется, к сожалению, на контрольный приемник, короче говоря, занят он у меня, записанный материал кидать тебе сам будешь уже, ну, я его там пофильтрую, короче говоря, вот, а ты уже, где хочешь, ты там и впихивай, заливать все, и то, и то. Да, заливает для истории, может, впихну, может, для истории оставлю, обязательно, буду хранить, так что, такие дела, хорошо, спасибо большое, там и Денис тоже, по-моему, сегодня там занимается тоже подобными, подобными манипуляциями, хай-хай. Добро, давай еще последний раз спросим, может, кто-то хочет, я так понимаю, перед финалом, чего-то еще добавить, или подойти, просто поздороваться, если нет вопросов, или есть вопросы, здесь ур-5, угами, группа, прием. Вечер добрый, добавить нечего, подошел поздороваться, Ульяна Тамара, Три, Ульяна, центр Борис, всех 5-9, Женя, тебя вообще, пятерка, двойка, принимаю, почему-то здесь, всегда, как-то на 450, выше нормально, ниже тоже нормально, всех остальных, очень хорошо, на приеме. Меняем, значит, частоту, Андрей, ты тоже так, не актив, все слышал, что тут мы рассказывали, был в засаде, я так понял, прям. Нет, минут 15-20 назад пришел, только с работы. Ну, очень интересно, сегодня были, мы сегодня обсуждали, самые необходимые вещи, для мастерской, инструментария, на вот, Арсен делился своим опытом, интересные моменты, поговорили о, немножко заземлении, антенн, по фиберам, поговорили, как, куда протягивать, кого, куда затягивать, в общем, достаточно интересная, будет аудиозапись, послушаю, пока можно, с Арсеном, привитать. Да, принято, принято, да, послушаю, надо будет послушать, Арсен, УТ-4, УТ-3, 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 Приехать в штаб-квартиру в субботу и воскресенье в фейсбуке, на странице УТ-4УВИОД, на странице Громадская спилка с Украинской радиоматорской лигой. Будет информация детально, когда что будет происходить. И в понедельник встречаемся на круглом столе с новым ведущим и с новыми темами. Всем спасибо. Ульяна-Радио 5, Ульяна-Галина-Мария, 73, и буду убегать, если нет вопросов. Нет вопросов нет, 73. 73, Андрей, пока. Арсен, кто-то был по прогоду сегодня? Да, днем, я же написал в фейсбуке, сработал Беларусь была, и юг хорошо открылся Украина. Ну, я понял, я имею в виду помимо, чуть под вечер, никто, да? Да, нет, так в основном, так что он ущает, аж не ДХ. Больше всего так покричал, больше никого не наблюдал, я так в основном тоже бегал еще. Каких-то там супер-пупер дальних станций не наблюдалось. Да, принято, ну, Черневский репет, в принципе, сейчас. Проблем 5,9 открывается, ну, чувствуется, есть ход, но как-то никого нету там. Спасибо, пойду на 500, может, крикну. 73, если нет вопросов. Давай, а 500 молчит, тишина в холодильнике. Там кто-то на 525, работал коротковременно, но я не успел промониторить, сам вещал в тот момент. Хорошо, не задерживай, 73, УТ-3, УЦБ, УТ-4. 73. 78. УР-8 УС, УТ-4, УДТ. УТ-4, УДТ. УТ-4 ГБ. Еще раз. УДТ, УГБ. УТ-4 ГБ, УТ-4 ГБ. А, да, УТ-4 ГБ, УТ-4 ГБ. Случайно. Только увидел. Под хвост ходить. Как оно Ваше? Спасибо. Нормально не жалуюсь. Вашими молитвами? Тогда никак. Как там в одном мультике было? Блин забыл там. Паралично. Ну что за типо этого? Стабильная стабильность. Как сегодняшний скет? Прохрапел немного. Поспать это полезно. Особенно после ужина? Ну да. Если такое. У тебя свечи накаливания? Бобики еще родные? Нет. От свечи я уже менял, если не ошибаюсь. Да. У меня тут товарищ один. На Мерседесе Вита. Начал менять. Я так понял, что обрывает их. В некоторое время. Ну да. А ты что думал? Я думал, что все не так уж страшно. Ну да. Они сыпятся очень часто. И это очень противно бывает. Нет. Я имею ввиду в процессе замены. Не понял. А что в процессе замены? Не понял. Резьбу? В плане закусывает. И они не выкручиваются? Ну да. Тело остается в голове. А гайка с контактом в головке. Ты что? То может свечи такие? Да нет. Говорит, что типа родные. Еще. По крайней мере все признаки того, что за 200 тысяч в этой машине никто свечи накала не менял.